есть да, Шмой, мы вас слушаем да, так есть проблема имущества, которое относится к двум людям, которые хотят идти в разные стороны, это ровы и получается, что они не могут тащить эту вещь с собой на определенном расстоянии, только на определенном расстоянии, когда два округа смещаются один с другим в этом общем сегменте вот говорится о воде и соли, которая замешивается в тесто ну да, или приправе, которая кладется в суп да ну в смысле, подождите, Шмой, подождите, давайте разъясним, что даже если одна женщина попросила другой только соль или только в воду для замешивания теста это тесто может перемещаться только туда, куда могут перемещаться обе эти женщины да, на пересечении ров этих женщин вот это важно да что это такое ну это лучше вам ну вспоминайте ну вспоминайте, Шмой, это же было в прошлый раз это же тот же самый анекдот когда рабиаба салик, это значит, что он собирался из Вавилона в Израиль а салик в смысле улей а когда рабиаба решил стать улейхадашем он говорил что он говорил да 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 он он встретился с рабей Йохананом и рабей нет, секундочку секундочку он сперва говорил да будет воля Бога и рова да чтобы я сказал какую-нибудь какие-нибудь слова которые будут приняты которые ребята там в Израиле как бы примут с рабрением ага и когда он вошел взошел в Эр-Цесраиль он нашел раби Йоханана и раби Ханина и раби Зейра и сказал ну это значит что а некоторые говорят что это были другие люди ага а некоторые говорят это было раби Абау и раби Шимон и раби и Ицхак и и и и это кстати интересно это значит что он то ли пришел в Тверью то ли пришел в Кейсарию потому что раби Йохананан был главой Йешевы в Тверье а раби Абау был главой Йешевы в Кейсари это альтернативная как бы тусовка а то что это твери или это как бы влияет на что-то ну как тебе сказать на что-то конечно влияет влияет на то насколько смотри мы сейчас рассказываем не веду да это влияет на то прежде всего влияет на то насколько кто ты кстати покажи Санька мне гораздо легче если я вижу то с каком говорю вот это влияет на то насколько мейнстримную тусовку он попал Тверья это мейнстримная тусовка Кейсария это маргинальная тусовка в некотором смысле да это те которые из Твери у нас известно гораздо больше именитых людей то есть то есть все кого он сказал здесь да раби Йоханан раби Ханина бен Барпапи это яд япохан а кто такой но раби Зейра это очень великий мудрец вот то есть его там в конце осмеяли вопрос кто именно его осмеивал те кто потом стали Талмудом или те кто потом стали замечаниями на полях это интересно да в Ятвей в Каамар Амай Каамрей как в Каамри Амай то есть он он пришел и спросил не не они сидели они эти ребята к которым он пришел сидели и говорили следующее Амай в Левтил Май в Менах ЛГБ Иса обсуждали что делать с водой и не 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 они говорят они цитируют Мишну да говорят и если женщина там спрашивает попросит у соседки там что то такое то они тоже не могут двигаться Амай 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 ведь вода и соль должны как бы уничтожиться устраниться перед собственно всем тестом то есть казалось бы мы не должны их учитывать соли слишком мало вода выпаливается при печенье да мы говорили в прошлый раз сейчас я еще секунду то я возьму очки и тогда и тогда я все даже увижу не только что он хочет даже так вот сейчас секунду вот у мудрецов таких проблем не было они и вовсе слепые бывали да им и раша был еще не писан поэтому а там он не читан поэтому поэтому они могли без очков а мне труднее окей а марло раб 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 сказал им раб то есть что это похоже на то что смешались смешался кав то есть мировеса пшеницы в асс 10 мировесов кабин пшеницы другого какого-то человека что это юхал хал 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 ну так что же он будет это и есть радоваться но в смысле имеется ввиду что что если ты настолько всерьез воспринимаешь как бы идея о том что нечто устраняется большинством как бы голосов да то то если ты грубо говоря украдешь как бы немножко муки у соседа замешаешь свое как бы свое тесто получится что у тебя вроде бы твое тесто твоего теста больше ну и вроде как ничего не было да большинство же ну вот из года отличненько это это будет он есть и радоваться хады это радоваться да а хайху але але над ним смеялись стали смеяться над ним да кул хайху шакали то есть я ну что у вас одолжил ваш клемат одолжил забрал в смысле что я у вас отобрал одежду что ли в смысле култайху это это верхний ну ну такая манить манить типа плаща хадур аххи ахайху алохе и продолжали смеяться над ним да а почему они продолжали смеяться могли рассказать что вот ну ладно а может они снова над ним смеялись стали смеяться а почему непонятно кстати смешливые были да ну видимо да у них было хорошее настроение это самое такое ощущение что они вообще ну там дело дело же вот что в Израиле сидит куча так сказать новых репатриантов из Вавилона там из тех кто здесь упомянут раби Зейра точно и раби Цехнапаха по-моему тоже а остальные непонятные люди ну с раби Йоханом рабау понятны они нет они нет но там там ясно явно сидели какие-то какие-то и вавилоняне которые там пришли там за два года до этого но теперь каждого вавилоняна они считают долго вас смеивать потому что он новенький типа понаехавшие что типа понаехавшие понаехавшие да значит и поэтому они значит он видимо то ли он употребил какое-то выражение которое как бы не очень принято то ли то ли я не знаю что но они все время над ним смеются окей окей амар равушия шапир аву деды хай хикху аллех и сказал Равиоше что они хорошо сделали что они поиздевались над ним да смеялись правильно сделали да да правильно над ним смеялись да но если есть пшеница которая смешана с овсом то то это сорт который два разных сорта и они не смешиваются ну все таки не с овсом наверное с ячменем овес это немножко другое с оврым это ячмень да значит он должен был им сказать что он должен был им сказать мин бешей но мино да в смысле что что смешаны разные виды тогда разные виды действительно устраняются большинством ну а все таки извини пожалуйста а почему а почему не устраняется большинством если один вид большинство у тебя а меньшинство у соседей так считается потому что потому что теоретически ты мог бы перебрать это все ну как бы различить ну например если у тебя пшеница и ячмень у них зерна как бы разные да то есть теоретически ты мог бы выдернуть и извлечь поэтому считается мин бешей но мино лоботель да они не устраняются они как бы не смешиваются до конца да нет это то я понимаю да это понятно если два разных то они не смешиваются до конца два одинаково смешиваются но почему как бы они смеялись ведь он же говорит о том что большинство может быть не только в этих категориях не смешиваемых а большинство может быть одно твое другое мое разное разное нет он говорит да нет понятно но но в любом случае в любой ситуации когда когда есть разрешенное и запрещенное да твое и мое это тоже разрешенное и запрещенное это мое разрешенное а твое запрещенное я не могу есть твою еду без твоего разрешения да это кража да это он то что он говорит он говорит так ему следовало бы сказать точно так же как в нашем примере внешне да внешне же что внешне у тебя моя мука и твоя соль да ну как бы да получается миндуши и номино да в чужом виде да нечто не в нем же ну соль и мука это разные вещи вот поэтому поэтому вроде бы крак они не смешиваются и он должен был бы дать им такой же пример не про хитимы хитимы а про хитимы саворыны да хорошо вот дальше это несколько разбивается сейчас посмотрим дальше окей так миндше ба ино шел мино ба тыль то есть если разные виды смешались то идут по большинству дальше хитин ба хитин нами ба гай де хитин ба хитим нами они наи и до лраби утелло ба тыль наи и до лраби утелло ба тиль лраббанан ми ба тель ба тиль меньше ба ино меньше ба мино он тоже это по поработать он говорит что даже при том что про минбамино есть спор про смесь однородных субстанций есть спор Рабиоды считают что это не устраняется но другие спорящие с ним считают что тоже устраняется сейчас я посмотрю секундочку давайте я посмотрю Раши посмотрим что нам скажут Раши лука махитин мы мэшна хитим гусорим лука ма лягу лимиша интервью лукав хитим вазраковым зорим шехэверо яхэр халов хадэй михэн досвирали дэвада яхэл хадэй ээээ дээн вазраковым по мэнахо ну где-то в трактате мэнахо значит, и спут по этому поводу. А, вот как. Значит, Рабио Шая говорит вот что. Правильно над ним смеялись. Почему? Потому что он хотел выпендриться. Он сказал, не хитим бы сауры, да, казалось бы, с этой солью было уместно. Потому что там действительно не устраняется перед большинством. Сейчас, секундочку. Потому что там устраняется перед большинством как раз. Он не хотел себе проблем. Вот. Поэтому он сказал хитим бы хитим. Но на самом деле он попал в спор. Он как бы не сказал однозначно правильные вещи. Он сказал, но ведь хитим бы хитим, казалось бы, сколько перед большинством не устраняются. Он говорит, а, это по Рабио не устраняется, по мудрецам вполне устраняются. и непонятно, что он сказал, собственно. Поэтому мы над ним смеялись. продолжать? Продолжать? Да-да. Камар-ле Раф Сафра Моше Шапир Каамарт и сказал ему Раф Сафра Кому ему? Рабио или же Раф? Он сказал Рабио Шае насколько я понимаю. Ну, Штадзай понимает. И насколько Раша понимает. Он сказал Рабио Шае. Да? Значит, Рабио Шае разбирает этот анекдот, говорит, а, ну, и про это от него смеялись, он глупость сказал. А Раф Сафра ему говорит Моше Моше в смысле как бы ну, ты прям Моше Рабейну. Шапир Каамарт то есть ты хорошо сказал. Ну, а хорошо это сказал, он издевается тоже, он как бы он иронизирует на Драву Шае. Вело шмеле неужели неужели тебе неизвестно, да, что сказал Рабио из места Кто Сфаа? Кто Сфаа, я думаю, от места Тесифон да, от бывшей столицы Персии. Ну, в смысле, да, он оттуда, да. Со слов Рава Минералы. Абурос Рот Мегито Шел Хаверо Хаявле Шален Ну Дмэй Хитим. Тот, вытаскивает камни из хлебного, из зернового склада его Сфаа, секундочку, 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 откуда он берет? Горен, горен. Горен, да, из места, где, куда складывают обмолоченную пшеницу. Обмолоченную зерну. Да. Тот, кто вытаскивает камушки из этого Мегито, он должен заплатить убыток. Должен был заплатить. Вот это я не понимаю, давайте посмотрим, в чем тут дело. Я не поняла, кто кому должен заплатить? Ну, есть зерно. Если некто, вот, вот у тебя на горне сложена скирда, называется крыль. Да, такая, такая куча зерна. Приходит сосед и решает тебе помочь, да, в некотором смысле. Начинает выбирать из пшеницы камушки. Да. В результате он попадает на деньги, потому что он должен заплатить эти камушки по весу пшеницы. И Раша объясняет почему, потому что изначально эту пшеницу продают как пшеницу. И сколько там, ну, разумное число камушков там учитывается как вес пшеницы при продаже. пшеницы. как бы у тебя есть некоторая усушка, там, труска, это вот все. Смотри, Шурик, я не понимаю, ты же сосед, который пришел, он хотел помочь, а в результате сделал плохо, что ли? Я не поняла. Конечно, конечно, потому что в результате в твоей скирде меньше веса. А зачем тогда он это делает? Он что, не знает? Он, ну, я не знаю зачем, может ему камушки нужны, может он реально тебе хотел помочь очистить пшеницу. Да, вот он перебирает пшеницу, вытаскивает все камушки, в результате он сам попадает на деньги. Потому что ты бы продал эту скирду по цене пшеницы. и вместе с камушками. Так принято, это как бы определенный процент камушков как бы не учитывается. Ну, да, единственное... Вот, теперь он собрал тебе полкило камушков, значит, будет платить за полкило пшеницы, которую ты как бы не допродал. В качестве этих камушков. Такая парадоксальная не только парадоксальная лоха. получается, что он как бы нанес тебе ущерб. Илма килохасрей аханами кело хасрей. Вот это я не понимаю сейчас. Секундочку. А, вот, значит, здесь аханами кело хасрей. Кело это мера, да? Значит, не достает какой-то меры. Микнейши хасер ми дамо оше Михаевло, твай афер гав дало мидий шаву. В кольчике маю в милах дало батли бемиутаеву. Дамилы дитами у мишом до Киева до Мамона. Мишом Киева до Мамона. Ло батыш бемиута. Ага, вот она так. Он говорит так, что, несмотря на то, что этих камешков мало по сравнению с зерном. Да, даже не камни продается зерно в конечном итоге. Но в результате мера, как бы, ну, они там не по весу продавали, да, а по объему. Ну, неважно. Объема не достает, как бы, да, ты сколько ты убавил. Это стоит денег. Так и тут он говорит, если ты в тесто не добавишь соль и тем более воду, да, ничего не получится. Получится невкусная дрель. Вот. И стоимость этого будет денежная, будет ниже. Поэтому они не лопатлы. Поэтому нельзя сказать, что это битуль. что они устраняются перед большинством. Потому что денежная стоимость разная. То есть, когда ты, то есть, они переносят, как бы, законы ущербов на законы перемещения, ну, как бы, праздничного перемещения, да. если ты даже за малый ущерб обязан платить, несмотря на то, что ты при этом продаешь вовсе не камни, а вовсе даже зерно, а камни там посторонняя примесь, как бы, но все равно получается, что зерна стало, ну, зерна без камней стало меньше, и ты выручишь за это меньше денег, то тем более ты должен был бы платить, например, если бы забрал каким-то образом из теста соль, а если ты должен платить, значит, значит, эта соль как бы участвует в общей стоимости этого теста, да, а если она участвует в общей стоимости этого теста, она не устраняется, не устраняется. Амар лая баяя? Вот, а раз она не устраняется, значит, значит, что наоборот, что Раби Абба вроде бы сказал дело, да, когда он говорит, даже хитин бы хитин, если я заберу у другого не трекусок, он же не устранится у меня, он правильно перенес, то есть, как бы, получается, что он правильно перенес имущественные законы на ритуальный. В этом, собственно, все и дело. Давай-ка я краду у соседа немножко муки, помешают своей, и вроде как все хошерно будет, моей-то больше. Он говорит, нет, так рассуждать вроде как нельзя. Значит, и значит, естественно, та же фигня, как бы, что то, что ты там немножечко посолил, это не значит, что ты добавил совсем-совсем мало. Это значит, что ты добавил нечто, что увеличивает стоимость теста. А раз оно увеличивает стоимость теста, значит, оно участвует в нем. А раз оно в нем участвует, то мы как бы становимся партнерами. А раз мы партнеры, то это тесто может ходить ровно туда, куда как бы мы оба можем ходить. В этом смысле. теперь, теперь еще интересное соображение. заходит апогеи и спрашивает Раф Сафру, говорит, ты вообще отдаешься отчет в том, о чем ты говоришь, да? Переведите, пожалуйста, Шмар. Значит, сказал ему Абайи и разве мы не развестие? Ведь должна быть разница между имуществом, у которого есть те люди, которые требуют это имущество, да? Да. Значит, когда ты у кого-то крадешь, то есть человек, который претендует на это дело. Вот, он им говорит, а разве ты не различаешь между тем имуществом, которое кто-то требует, и тем имуществом, которого никто не требует? Ведь в случае с солью, она же тебе добровольна дала, да? Не то, чтобы ты как бы в нее тихонько зашла и эту соль унизила. Да, если бы это было так, то тогда это есть некто другой, кто претендует на это имущество. Понятно, что кража или не кража будет решаться в суде, да? Имеется в виду, что пока есть претенденты. А и в случае, если ты как бы крадешь у другого, мы сейчас разбираем аргументы раваабы, почему над ним смеялись? Он говорит, ну как же, это таки разница, да? Потому что тот и украл у соседа как бы кулек муки, а тот и пошел и попросил, она тебе дала. Все, вроде это соль как бы перешла в твое владение, да? Он осторожно выражается, он говорит, что не то, чтобы это твое, 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 а просто никто как бы не будет заявлять претензию, То есть тогда получается, что если никто не предъявляет претензию на это, то это становится того человека, который это взял, да? И тем самым... Ну, вроде как, да, вроде как. Они говорят, почему... Значит, я напоминаю просто исходный ход, как бы. Сидят мудрецы и говорят, мечта-то вроде как неправильная, да? Я пошел, одолжил, солик посолил, посолил, значит, это самое, что теперь оно продолжает оставаться, как бы, его отчасти, с чего бы. Его там совсем мало, оно, оно, медботель, как бы, да, оно там устраняется. Приходит, ну, там, пропускаем стадию, приходит Раби Аба и говорит, ну, как же, это все равно как я украл у соседа, как бы, кулек муки и замешал в свою большую кольцу. Приходит, ну, Раби Аба, мы сейчас пропустим, но он про другое говорит. Приходит Раб Сафра и говорит, ну, как же, действительно, так получается, потому что, потому что, даже если человек вынимает у другого человека камушки, он все равно должен платить, как за зерно. Да. Так говорит, так тут тем более получается, что эта соль повышает, повышает денежную стоимость этой, как бы, теста этого. И следует, да, да, следует, как бы считать, что тот человек остается партнером. Приходит Раба, скажет, а по идее и говорит, спокойно, ты говоришь, это две разные вещи, как бы, а одно, значит, что ты недобровольно у него, забираешь, пусть даже камушки, не важно, но недобровольно, да, он придет к тебе и скажет, старик, извини, ты мне, может быть, хотел помочь, но, но вот я сейчас пошел на рынок и продал совсем не за ту сумму, за которую собирался. Так что, изволь мне выплатить разницу. И совсем другое дело, это называется ешь вот тут же имя, да, когда есть претендент, есть человек, который на тебя подаст в суд, если ты ему не заплатишь деньги. а тут я пошел к соседу, сосед мне дал вот столько немножечко соли, я его кинул, кинул в то самое, в тесто, и что, это то же самое? Нет, это не то же самое. Он мне добровольно дал, он не будет потом на меня жаловаться, он не придет потом и не скажет, что я тебе дал соль и твоя кровьня, твое тесто стало стоить в два раза больше. Нет, это не будет, это разница. Вот, на что, на это ему указывают товарищи. Амар ле, волетта амайх, волетта амех, ада амар рапхизда, навела бетела бешкута, лепи ше, и ебшар лешкута, ше, те асе навела. Ше, 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 навела бетела бешкута, да, ну, давай дальше, это больше длинный висказание. Невела бетела бешкута, леви ше, и ебшар лешкута, ше, тасэ, навела, шхута, айна бетела беневела, леви ше, ебшар ле, навела, ше, тасэ, шкута. Вообще не понял ничего. Давайте разберемся. Так, сейчас, секундочку. Амар ле, рафсав ра, альаба е, умешун, ше, ейн, лотув им, пакашем, маму, наміней, воно ахліфтин, векітам, адабитуль, бру, вбабаалим, вело, 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 альабаалим, хайна, окей. Значит, принципиальный ответ арала сафра говорит о том, что бетуль не имеет отношения к хозяевам. Это про другое. Дальше он говорит, арабхизда навела бетела бешкута, альба до раби Йуда, амринун бменахот даамрей, мин бемино ла батель, мин бешино минув батель, витана рабхия, навела бешкута, бетело дзо безоле раби Йуда. Вашмаинан рабхия, декеама раби Йуда, ехеда, ефшар лу, льюд кмуту, аль ефшар лу юткута мин, бешэминану минуву, вебатит, в пареша фхизда, дега ефша, вредо ефша агрархия. Сейчас, секунду, друсявай, мне нужно, в туалет сейчас, одну секунду. Доброе утро. Так, вот мы совершенно запутались и не понимаем, что значит то, что он сказал. Ага, вот оно как. Значит так, я так понимаю, что обсуждается следующая ситуация. У нас есть 9 кусков забитого мяса и 1 кусок падали. Или наоборот, 9 кусков падали, 1 кусков нормально забитого мяса. Кто из них в отель, в отель, мифный, ну, как бы, по отношению по отношению к кому? Можно ли считать, что, что, мы не можем их разделить, да? У нас 10 озероков перед нами, 10 озероков кусков. Можем ли мы считать, что если мы знаем, что там 1 кусок падали, что все из них на самом деле кошерные? И наоборот, если там 9 кусков падали и 1, значит, правильно забитый, можно ли мы считать, что все они падали? Значит, ответ. Рафкизда в этой ситуации говорит так, что мин ша ба ину, мин ша мин ба мино, да? Они все истолковые парабьюзи, которые различают мин ба мино и мин ша ба ино мино. то есть смесь одинаковых вещей и смесь разных вещей, да? Значит, он говорит, что смесь разных вещей никогда не устраняется, да? Там даже малая часть как бы порты картинок. А нет, наоборот, мин ба мино никогда не устраняется, мин ба ша ино мино устраняется, да? Значит, однородная смесь там нету правила ба-тэ-б-роу, да? Устраняется большинство. А там, где разнородные вещества, там есть правила. Там есть правила, да. Теперь рапхизда поправляет его и говорит, да? Шурик, извини, пожалуйста, я просто не поняла, что ты сказал, я запуталась. Еще раз, еще раз. мы обсуждаем некоторые вообще законы смеси, да? Вот у нас есть, вот у нас есть 9 кусков, 10 кусков мяса, да? Они на вид абсолютно одинаковые. Но среди них, мы знаем, что среди них есть один кусок некошерного мяса. вообще некошерного, то есть, как бы, грубо говоря, свинина. Вопрос, он будет, мы сможем съесть, но мы не знаем, какой. Вопрос, мы сможем съесть это мясо или нет? Еще лучше, у нас суп из этого мяса. Да? В супе лежит 9 кусков говядины, кошерно забитые, один кусок свинины. Мы сможем это съесть? Вопрос. Значит, да, сможем. По парабиоду, да, сможем. Потому что мин, бше, ино, мин, а, нет, парабиода нет, не сможем. Нет, ни по кому не сможем, потому что мин, бше, ино, мин, ино, баты. Если это смесь разнородных штучечек, то они не устраняются большинству. Грубо говоря, один кусок свинины не может быть перевешен никаким количеством говядины. Теперь, у нас есть 9 кусков говядины правильно забитые, один кусок говядины неправильно забитые. Они неразличимы, они такие же. А, нет, наоборот, сейчас, 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 я ответ, все назад, все назад. Значит, по парабиоде, наоборот, один кусок свинины, да, будет уничтожаться 9 кусками говядины. Но если это один кусок говядины, но если это один кусок неправильно забитой говядины, то нет, он не будет устраняться. А вот такая вот фигня. не, не, ну там будут ступать аргументы ну тентама и все такое, да, 1 к 60, там, это, но, но, в принципе, он говорит, мин башейно, мин башейно, мин башейно, мин башейно, ботэль. Разнородные хрени устраняются. Большинство. Приходит графхизда и говорит, это все верно, если эта разнородная хрень не может стать такой же, как все остальные. А если она может, то нет. Вот пример. Пример такой. Невилаба тэлаба шхута. Лифи ши и в шаши шхута шатасы навилам. Да, если у нас есть 10 кусков, 9 кусков нормально забитое мясо. В супе, в супе. И к ним добавлен один кусок падали. Они говорят, навилаба тэлаба шхута. Да, потому что, потому что это самое правильно забитое мясо вообще никогда не станет падали. сколько вы его не держи нигде, где угодно, оно падали не станет. Да, оно уже забито правильно. Все. Уже с этого момента из закона падали, по крайней мере, оно выведено. Поэтому, если к ней добавится к 9 кускам правильно забитого, добавится один кусок падали, то он устранится. Мы можем считать, что его нет. это понятно до удаленного мяса, Анька? То есть, я пытаюсь понять, то, что в супе лежит 9 кусков нормально забитого мяса и один нет, то этот один кусок падали, он не влияет на эти нормально забитые куски никак? Зависит от того, какой у него статус. Вот он говорит, что если это разнородные вещи, то да. И он приводит пример. Действительно, получается, что это та же самая говядина, но 9 кусков правильно забитые, а один кусок падали. Просто корова умерла сама. Да. Тогда получается, что этот кусок падали устраняется перед 9 пусками. А если вы уже правильных, а 2 неправильных? Тоже устраняется. И сколько их должно быть? Большинство. Большинство. То есть, если 5 и 4? Да, 5 и 4 тоже устраняется. Вы же вроде говорили, не устраняется, наоборот, однородная говядина. Нет, они считаются разнородными в этом смысле. они считаются разнородными. Это и был для меня хедуш, я тоже не совсем понял, почему так. Но он говорит, что у них очень разный статус, как бы, это падает, а это все нормально. Поэтому они считаются разнородными, более того, они не могут перейти одно в другое. Ну, в смысле, в некотором смысле не могут перейти. Шхута не может, правильно забитое мясо никогда не может стать падалью, потому что оно уже правильно забито. Вот, теперь, а наоборот, если шхута и на бутылабы навела, или фиши и шарлы навела, считаться шхута. Но если у нас есть 9 кусков падали и 1 кусок забитого правильно забитого мяса, то она как раз не устраняется. Почему? Потому что я не понимаю, какое же это логическое средство, если честно. Если честно. Ну, можно подумать, какое. Но смысл в том, что навела может стать как бы правильно забитым мясом. Таким образом, если оно протухнет, протухшее мясо, с него как бы снимается статус падали. Это то, что они здесь говорят, что воедражи здесь. И получается, что это минбо-мино. Как бы в будущем. свинина и говядина разница? или никакой разницы? Никакой разницы? Никакой разницы. С свинина и говядина, тем более, со свинина и говядина, а либо до раби-иуда, мы все время попадаем в спор раби-иуда и мудрецов, да? И все время берем сторону раби-иуда. По мудрецам все просто. Он не устраняется ни в том случае, ни в другом. А по раби-иуде он делает разницу между минбо-мино, минбо-ше-ино-мино. между однородными смесями и разнородными. И в однородных оно не устраняется, а в разнородных да, устраняется. Да, разумеется, раби-иуда скажут тебе, что если у тебя 10 кусков говядины, 1 кусок свинины, то он устраняется. Устраняется. И все. Даже если я намеренно это делаю изначально? Нет, намеренно это другое. Нет, намеренно это другое. Сейчас мы говорим только о том, что у тебя перед глазами лежит 10 неразличимых кусков, и вопрос, можно ли ты сварить из них суп? Понятно. Вот. Вот. Дальше. Теперь дальше шумует. Давайте разбирать дальше. Ахи-и-и-тле-балим лоби-таля. А что делать, когда у нее есть хозяева? Она не смешивается? Он говорит, если ты ромаш и пытается как бы нам внести некоторое другое представление об этих законах, да, он говорит, ты говоришь, это чужое, а это не чужое. Ну, хорошо, а если если у этого куска падали, окажутся хозяева, которые будут претендовать на нее, тогда он что, он не устранится в суд? Суп не станет кошерным парабиодом? Вопрос. Вахи-тейма. Вахи-тейма. Ахи-нами. Ага, Таня. Если ты скажешь, вот, Брайтон. А если ты скажешь, что да, так и есть, Ахи-нами, в смысле, ну, 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 да. В смысле, если есть хозяева, то, 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 на это есть Брайтон. Ама-раби-ю-да, бар-ну-ри. Раби-ю-хан-ам-бен-ну-ри у меня написано. Йохан-ам-бен-у-ри. Да, правильно. Хевцей, эфкер, кунин, швита. А в, а лапише, эйн лаэм баалим, думим, лафише, лафише, еш лаэм баалим. Так. А как это интересно, действительно, происходит? Ну, сказано тут, что, что же сказано? Что такое швита? Насчет, насчет шаббата или насчет владения? Да. Имеется в виду вот что. Имеется в виду, что, вот представим себе, что человек идет по пустыне. И настает суббота. И тут он находит некоторую штуку, которая ничья. Он находит, например, я не знаю, еду какую-нибудь, которая, в принципе, вообще ничья. Вопрос. Будет ли он, будут, будет ли, считаться, что он здесь живет в эту субботу? Ответ – да, неожиданным образом. Несмотря на то, что эта вещь была ничья, но она, как бы, там Раша объясняет, что поскольку, поскольку она стоит денег, в смысле, что она, она является носителем, носителем некоторой имущественной ценности, то она, ее можно объявить, и даже нужно, похоже, объявить, тем городом, в котором ты живешь, грубо говоря. И от нее у тебя есть две тысячи локтей в каждую, в каждую сторону. И считается, что вот в этом месте ты живешь. Это называется конная швейта. и не смотря на то, что у них нет хозяева, они, как будто бы у них хозяин уже есть в тот момент, пока ты их еще и нашел, как бы. И получается таким образом, что вроде как никакой разницы нет. чья вещь, да, с точки зрения законов, ну, мы обратно вернулись, как бы, в законы, куда можно ходить, да, по субботам и праздникам. И с этой точки зрения, как бы, нет никакой разницы, чья вещь, как бы, говорит, говорит, Раваши. Подожди, подожди, Шурик, я не пила, то есть, несмотря на, здесь сказано так, что несмотря на то, что нет у них хозяев, в этот момент у них, да, появляются хозяева? Не, наоборот. В этот момент у них понятно, что появляется хозяин, ты. Но, но пока они еще, вот за минуту, до того, как ты их нашла, они еще все спокойно лежат. Но уже, как бы, в этот момент, а, и суббота уже наступила. Ты их находишь уже в субботу. Не можешь как бы присвоить мне, в том смысле, пойти дальше, да, потому что, ну, суббота же. Но, но ты, как бы, становишься к ним привязан. Да, и они являются тем местом, это, это, это собственность является тем местом, в котором ты должен проводить субботу. И от них ты можешь ходить на километры в каждую сторону. Там есть некоторые специфические законы, когда суббота застает человека в ненаселенном месте. А что делать, если ты в момент наступления субботы находишься в пути, нигде, ни в каком населенном поле. Тогда, там есть, там есть всякие специальные штучки по этому поводу, там, ты можешь сделать себе там загородку такую, или, или что-нибудь типа того. А, но, 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 вот теперь представься, что ты нашел вещь. Вот, вот суббота наступил, и ты тут же после этого нашел вещь. Да. Что происходит? Мы рассматривали, как будто ты пришел в некоторый населенный пункт. Причем в свой собственный, да? Как будто ты пришел в собственный дом. Ты нашел себе дом. О, как? И боль, и, а, вот ты говоришь, ну как же, но ведь минуту назад, когда суббота наступила, у них-то не было никакого хозяина, они были ничьи вообще. А, говорят все равно, вот этот Рабьёхан, он вернули, говорит, а все равно, хоть скоро у них есть имущественная ценность, то они, как бы, они являются, ну, про имущественную ценность, это разное объяснение. Коль скоро у них есть имущественная ценность, они являются местом привязки в субботу, как если бы у них был хозяин. Вот, теперь он говорит, сейчас, сейчас, секунду, давайте, давайте чуть лучше разберем. если ты, вот, вот, вот настала суббота, ты, 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 ты назначил себе место субботнего пребывания, вот здесь. Значит, не важно, ничего с ней в пустыне, ты живешь в некотором месте, и ты назначил себе субботнее пребывание, вот, вот, вот здесь. теперь, ты идешь, 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 да, ты можешь отойти на километр в любую сторону, вот ты отходишь, примерно в километре, скажем, к югу, ты находишь ничей, ничей, ничей плащ, халат, халук, да, ты его надеваешь, куда ты можешь пойти, вопрос, ответ, ты можешь пойти в нем, не больше, чем на, ты, на, 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 две тысячи локтей вокруг него, а не вокруг себя, да, потому что он кунэшвита, он, несмотря на то, что у него не было хозяина, да, мы раньше говорили про вещи, у которых хозяин есть, да, и там, там мы, оказывается, на пересечении, как бы, на пересечении мест, куда могут ходить хозяина. Помните, да, про кафтан, который они взяли, который они сообща взяли у кого-то третьего, и, 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 и они не могут пойти, как бы, один на север, другой на юг, помнится? Да. Вот. Теперь, оказывается, бесходный кафтан обладает, как бы, виртуальным хозяином. Угу. Да? В этом самом смысле. Что, что ты не можешь в нем пойти, туда, куда он сам бы не пошел. Ну, он сам бы, если бы он был живым существом. Ну, в смысле, он бы надел, если бы он в момент нахождения был надет на хозяина. У него нет хозяина. Но, как будто бы, есть. вот, вот как это устроено. и, и, И теперь получается, что даже совсем бескозная вещь обладает властью ограничить себя в предвижении. Что уж говорить о вещах, которые теоретически хозяин есть, просто он не претендует на нее. Тот аргументация Раф-Сафры была всю дорогу, что если на эту вещь никто не претендует, она типа твоя. И будет ходить вместе с тобой. Да, это про соль и про воду, да? Он говорит, ну как же, вот ты нашел вещь, а у него вообще хозяева нет? Вообще никаких? Вот, не то, что они не претендуют, а она все равно ограничивает твое передвижение. А, то есть получается, что даже, то есть если та вещь, у которой нет хозяева, хозяев, она ограничивает ее передвижение, то что тем более та соль, у которой, собственно, был... Да, остался какой-то хозяин, он просто на нее не претендует, да. Раф-Сафры хотел сбавить это до минимума. Хотел сказать, что если есть хозяин, но он отказался от нее полностью, да, не будет претендовать на нее никогда, это называется инвотувим, да, то она уже не ограничивает моей свободы перемещения. Раф-Сафры говорит, позвольте. Или наоборот, Раф-Сафры говорит, позвольте. Раф-Сафры говорит, наоборот, Раф-Сафры говорит, вот это. А не Раф-Сафры говорит, вот это. А Раф-Сафры говорит, позвольте. Но даже вещь, у которой вообще нет хозяина, будет ограничивать твою свободу перемещения. Понятно, при условии, что ты ее нашел в саму субботу. вот это вот это место в споре дальше может быть кто-нибудь сейчас сможет прочесть мне нужно на две минуты помощь хорошо ты мне скажешь когда придет пойдем дальше а морная на мире нам пришла и сказал ему что ты сразу сравниваешь запрещение с денежными проблемами ну как бы да и сура батыль мамона лобатыль и сура это например кусок дохлого мяса оно смешано не он говорит наоборот и сура имеется ну да наверное да а если этот кусок мяса имеет денежное выражение ну да 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 это не смешно это ама май почему это так да не 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 подожди секундочку да это да но 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 сейчас мы сейчас мы должны должны вникнуть то что то что он сказал да мы что когда мы говорим о ну смысле когда мы рассматриваем вещи с точки зрения разрешения запрета вот на это на это кладется как бы идея о том что меньшинство уничтожается большинство когда мы рассматриваем идею про мое твое оно никак не уничтожается да то есть как бы сколько бы у меня не было добра если я украл копейку а ну я не понимаю ну и что секундочку ну и что так мы же мы же ты существуешь ситуацией мамона как раз А, он говорит, Абайе хочет это перевести обратно. Он говорит, что раз вещь, у которой вообще нет никакого хозяина, все равно запрещает тебе ходить куда попало. То и в ситуации, когда Навила будет чужая, она тоже будет устраняться, он хочет хумру перевести в кулу. Вот в чем трюк, Рафсафра, Абайе ему по рукам. Говорит, спокойно, говорит, Хахина, нет, он не будет ничего устраняться, потому что оно чужое. В смысле, что, вы понимаете разницу, да, то есть, как бы, если оно все твое, и часть разрешенная, часть запрещенная, тогда мы применяем принцип Ботель-Бе-Ру, да, в смысле, что большинство устраняет меньшинство. А если оно отчасти твое, отчасти не твое, то нет, тогда это так не работает. Мире привет. Абая Амар. Абая Амар. Ну, это Абамай, а почему, собственно, так? А, в смысле, почему так? Теперь, раз уж мы объяснили, почему нишна неправильная, Абая Амар. Давайте объясним, почему она все же правильная. Ну, в смысле, сейчас мы, сейчас, сейчас мы довольно ответственно объяснили, а, нет, почему, мы объяснили вроде, что нишна правильная. А почему, что значит Амамай? Ну, да, нет, нет, он говорит, нет, правильно, действительно. И почему теперь, почему теперь так? Почему теперь, сейчас, секундочку, секундочку, давайте разберем вопрос, спор, 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 снова, с момента появления Абая, Амада Абая. В эго шаны лали марбин, мамун шейшу тувин, бит мамун шейну тувин, амар ле тами, та та там, па па па, амар ле тами, та та там, па па, амар ле тами, да и тле ба ле им лобат ла, веките амар ле тами, а он говорит так, амар ле, эээ, ми, каа, медамет и сура ли мамона. Сейчас мы, по-моему, не совсем не на контакте с этого понятно. И сура, ботель, мамона, но ботель. Так, я не понимаю, почему, эээ, сейчас. Сейчас, секундочку. Вот. Ла лифте, мамон, бьет, каму, мамон. А он говорит, ше, 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 мерубы. Матбитинами, ло камейнан, делив коров мамона, эээ, хевяталя асси. Эла и сут хуминши еш лоба. Уда кашь, я надо лифты. А, 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 сейчас, сейчас, значит, мы возвращаемся, вот, значит, получается вот как, что мы возвращаемся к аргументу о бае, о том, что на то имущество, о котором говорится в Мишне, нет претендентов. Сейчас. 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 Сейчас, секундочку. Мас tweку, амарли, WrestleMania напрямую, номы難 и сурро, и сурро ле мамона. Иссуро баталь. Мамон ав sau баты. ну что они не будем и вот здесь я не понимаю сейчас я не понимаю сейчас в чем стоит аргумент что если что если есть претенденты то если нет претендентов по другое и и и казалось бы когда он говорит хавцегет в керку нем швита это вроде против него аргумент чем решающий я вообще не понимаю почему он почему он до сих пор дергается пишет раши я этого не понимаю кто не понял это лучше меня сейчас или я или я я вообще чуть 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 я запутался вроде бы получается что об агее аргументирует сам против себя нет не получается я вообще не знаю о чем идет спор я помню что в прошлом занятии мы говорили что если там какая-то мать мелочь добавляется то все равно нельзя потому что все дорогу говорим об этом просто просто прошел еще некоторый виток спора и и вроде бы как остановились мы на том что что речь идет как бы добавленной стоимости если добавленная стоимость кому-то принадлежит другому то 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 это вроде бы как как нам мешает но теперь вроде бы как а вроде бы как абаир вводит это то место где это нам вроде как опять не мешает а вот этого я уже не понимаю еще какая-то картина интеллекта а вот а А, вот интересный тот, что здесь, он говорит так, когда он объясняет эту бральту про Раби Йохан бен Нури, несмотря на то, что у него нет претендентов, она все равно как бы тебе запрещает двигаться. Он говорит, что странно, что он приводит к Раби Йохану, вообще аргументации из Раби Йохан бен Нури, с которым не согласны все остальные мудрецы, которые считают, что нашедшая вещь, может ее перемещать как ему, по его собственной установке. Этот предмет на него никак не влияет. Ребята, вы мне извините, я должен выйти на пару минут, а потом продолжу. Ну хорошо, я сам сейчас продолжу. Угу. 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 А я не знаю, а я не знаю, что они будут помадить. И то же самое в Мишне, но надо также сказать. Угу. 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 Похожи. Угу, 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 что есть у меня Дальше, они говорят, что он говорит, что он говорит, что говорит, что мудрецы разошлись с рабьёхом бен-нури только в том случае, когда у них, у него вообще хозяев нет. А когда хозяева есть, но они не претендуют, как в нашей Мишне, они вроде бы как должны бы согласиться с рабьёхом. Что они, что это ограничивает перемещение, как в нашей Мишне. Медрецы разошлись с рабьёхом бен-нури, мудрецы разошлись с рабьёхом бен-нури. Работали, что они не хотят, а не хотят, а не хотят, что они не хотят. Шурик, а я потеряла нить, ты сейчас откуда читаешь? Я ТОС вот сейчас читаю. Я сейчас читаю ТОС вот к этому месту. Надо разобраться, в каком месте витка мы находимся, кто сейчас против кого. Вот. Значит, а вроде бы как мы говорим, что когда приводится брать рабьёхом бен-нури, ТОС вот объясняет, что оно не просто так приводится. Несмотря на то, что рабьёхом бен-нури – это мнение одного человека, это не общее мнение. Но оно показывает как бы вектор направления, что мудрецы спорят с рабьёхом бен-нури там, где хозяев вовсе нет. Но там, где хозяева потенциально известны, да, как в нашей Мишне, соль-то кто-то дал и воду. Вот. Там это не устраняется. И дальше он говорит, ми… вот эту фразу я не понимаю. Микрометаметлы и сура ли мамона, и сура ботэ, и мамона лоботэ. Казалось бы, об этом и речь. И дальше… а что это у нас тут звякло на такое непотребное? Что-то плохое. Сейчас давай. Вот. Ну, не важно. Значит, хорошо. Это я до конца так и не понял. Но дальше они пытаются объяснить, собственно, смысл Мишны. На чём построим Мишна? Шмуль, вы готовы продолжать? Да, да, я продолжаю. Давайте. Скажите, а сколько сейчас нас человек? Ну, здесь 10, 11, что-то такое. А почему я вижу только двоих? Потому что есть такой регулятор, который называется View… не помню что… Speaker View. Вот надо туда перейти. Нет, наоборот. Speaker View – это только тот, кто говорит. А надо… Ну или наоборот. Надо Gallery View. В правом верхнем углу есть иконка. И… О, Лена. Да. Вот. Да. Окей, продолжать? Да. Абая Амар… И Абая сказал, что Хохамима сделали так запрет, чтобы кабы не было… тесто, чтобы несколько хозяек делали вместе. Да. В смысле, что… Мне ничего плохого в том, что несколько хозяев делали вместе, но так… Да. Это… Это… Тесто будет считаться партнерским. А если они говорят так… Ну, сегодня я к тебе пришла, там, водички попросил и завтрак, ты у меня соль взяла. После завтра мы вообще вместе это… 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 это тесто замесим. И… И… И каждый разойдется по своим… в свою сторону. Угу. А. И вот это уже получится неправильно, да? Потому что… Если они вместе замесят тесто, то это уже точно… это… Их общее тесто, и оно точно может двигаться только туда, куда может двигаться в Абаяне. Ага. А не каждый из них. Да. И… И… И тогда, как бы, когда они запретили… Ну, в этом же смысле, как бы, наложили ограничения на взятие соли и взятие воды… Ну, это вот… Это из-за того, что они, привыкнув это делать, станут делать… Общее… Общее тесто, а руководствоваться будут законами, как если бы они взяли соль. Подожди, я не поняла. Так это была такая экзера, что нельзя делать общее тесто? Не, можно делать. Пожалуйста, делать. Только… Только… На… 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 Пересечении… На… Пересечении… Твоих тхумов. Да, я не… Это да. Ну, а что такое… Ну, еще раз. Еще раз. Что говорит Мишна? Мишна говорит, что если ты пришла к соседке, взяла у нее соль, положила в свою… В свое тесто, то это тесто может двигаться не как ты, а как ты и соседка. Ну, да. Вот. Он говорит, так вообще-то не должно бы быть. Она должна была бы либо… Либо… Либо тель, да. Она должна была бы… Должна была бы устраниться эта соль. Я вот… Этого момента я так и не понял почему, но… Но… Вроде бы дискуссия дошла до туда. Вот. Он говорит, но… Постановили, что она будет двигать… Что… Что тесто будет двигаться не как… Не как твое тесто, а как твое и соседское. Потому что сегодня ты берешь у нее соль, завтра она берет у тебя воды, а послезавтра вы вообще вместе договариваетесь, вместе делать это тесто. А… И думать, ну, вот как вчера и позавчера мы так же и будем. Каждый свой каравай внесет в свое селение, а они больше, чем на километр друг от друга отделены. Понимаешь? Вроде бы, да. Ну, вот. Далее. Окей. Раба Амар. Раба, да. Да. Я хочу такой пример привести, который не очень хороший пример. Это лебедь, рак и щука тянут в ось. Угу. О, точно. Это тот самый каравай, то самое тесто, которое… У некоторого смысла, да, у некоторого смысла. Только получается, что от щуки там только маленький плавник. Да. Угу. От лебедя несколько сантиметров подняться. Окей. Раба Амар, тавлин, летама, авиди, летама, ловат батын. Значит, приправа, она делается для… Она дает вкус, а вкус никогда не… Да, это отчетливый вкус. Это как бы… Вот ты ссыпанул перец, чувствуешь перец. Угу. Ссыпанул соль, она вот, вот она ощущается. Угу. И она не может устраняться, потому что есть… Вот она, как бы ты ее чувствуешь. Угу, да. А вот если что-то, что ты не чувствуешь? Если что-то с ней не чувствуешь, то это другой закон. А, а, а… А, а… Вот, а с водой… Да, вот тут непонятно, как он с водой будет выкручиваться. Сейчас посмотрим. А, мы не посмотрим, потому что мы ничего… Ничего не говорят. Сейчас. Абае амарк зыра… Выру амарк… Влупли гадабае… Эла… Маршан и хада… Значит, это не… Не спорт абае, а просто… Просто некое добавление некоторой идеи, которую мы до сих пор не озвучивали. Шурик, Шурик, там про воду дальше идет. Ага. Так как сказано… Он говорит, что… Есть некоторый принцип. Угу. Продававшая шешла материн. Если некоторая вещь запрещена, но в какой-то… Но с помощью чего-то станет разрешена… Угу. Да. То… Устранить это нельзя. Да? В данном случае что? В данном случае… Э… Это… Это тесто. Может ходить… Ну, может так… А может этак… Не важно как. У него есть ограничения на перемещение. Угу. Но… с… с концом праздника все ограничения исчезнут. Угу. Это и есть добававшая шешла материнь. Понятно? Угу. Вот. И он говорит, что давать шею флоботерин, а филу бейле флоботерин, возьмем эту соль саму по себе. Вот щепотка соль, вот она. Ну или там литр воды, неважно. Сейчас его можно переносить только на километр вокруг жилища той тетки, которая нам принадлежит в данный момент. Правильно? Да. Но вот кончится праздник. И он может быть носить вообще куда угодно. Это называется давать шею флоботерин. И тогда этот литр, примешанный к чему угодно, не будет устраняться афилу бейле, сколько бы его не было. Ну в смысле, что если бы мы попросили только воду, то это тесто можно носить по мне, а не по нему. Соль – это окей, а соль – это уже нельзя. Да, про воду одно дело, а про соль – нет. Вага, Тани, Раби, Уда, Умер. Подожди, извини, пожалуйста, извини, пожалуйста, хотя ведь это уже был этот аргумент про воду, его же уже опровергали на основании того, что без воды не получилось быть тесто. Ну что опровергали? Сейчас мы говорим о том, что он себе думает. Да, мы как бы у других мудрецов другие соображения, у него такие. Но мы еще не понимаем, какие у него. Да, потому что дальше есть же Брайтов, вот же. Раби Уда говорит, что вода и соль, они уничтожаются, нивелируются и в тесте, и в похлебке. Ну, да, не в супе, как бы, ни вода, ни соль не устраняются. Он говорит, почему же тогда про соль ничего не написано в Мишне? Они говорят. Раби Уда, мы ромаем у мелых беталим. Беталим. Что ты говоришь? Шмой, чуть-чуть микрофон больше, да? Подожди, по-моему, пропустили, по-моему, пропустили. Там дальше локашья. Локашья, да, разумеется. Я просто не слышу шмой, я совершенно. Да, локашья, а бы мелых сдомит, а бы мелых астроканут. Да, сейчас заберем, в чем тут разница. Значит, это крупная, а это соль мелкая. То есть крупная не устраняется, а мелкая, наверное, устраняется, я так понял. Ага. Ва Атания, Раби Уда Омер, майму мелых беталин, ба Иса, бээн беталин бэгдейра. А, если еще другая брать, оказывается. Да, окей. Метный ротва. Сейчас начнем. Локашья, а, б, а, в, а, б, рака. Значит, тут еще одно мнение Раби Уда, который сказал, что вода и соль, они уничтожаются в тесте и не уничтожаются в вареве, в похлебке. Ага. Из-за того, что есть ротва, то есть соус, получается. Ну, она жидкая, грубо говоря. Потому что там есть жидкая фракция. Как бы вода, вот она вода, она течет, как бы, это суп, бульон. Да, 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 как бы, как может устраняться вода в чудо, что течет. Причем есть вода. Мы видим эту воду, вот она. Гурином бульоне, как она может устраниться? Непонятно. И это не сложно, не трудно. Потому что в одном случае это такая субстанция нежидкая, а в другом ее жидкая. Ну, как у нас говорили в походной моей юности, выкипет жаркое, не выкипет суп. Значит, вот если выкипело, значит, воды там нет. И она, значит, устраняется, устранилась. Вот, видите, устранилась, нету. А если не выкипела, то она, значит, является супом. И тогда воду, конечно, устранить нельзя никак. Да, это очень интересно. Рабиуда... Он говорил кучу всякой ерунды, кучу всяких сообщений. Понятно, что время от времени они будут противоречить друг другу. Он прожил долгую жизнь, возможно, забыл под конец жизни, о чем он говорил до этого. Вот, поэтому нам приводится три, по сути дела, три разных высказывания Раби Иуды. Одно в Мишне и два в Брайдах. Они, вроде бы, как говорят о разном. Теперь, наша задача, как мудреца Гебары, сказать, что Раби Иуды, как минимум, не противоречат сам себе. И для этого мы, действительно, привлекаем то соображение, которое ты сейчас сказала. Так что мы классифицируем все, что мы делаем, по некоторым категориям. Ну, вот, типа, выкипит жаркой, не выкипит суп. И тем самым он говорит, в частности, о водочем. Что если мы эту воду видим, вот она вода, вот этот куриный бульон. Он жидкий. Мы ее устранить никак не можем, ни по какому мнению. Нет такого мнения, которое позволит мне устранить воду из куриного бульона. Считаю, что воды там мало, там воды много. Она является сутью куриного бульона, в существо. Вот. И это, собственно, нам и сообщается. А вот если это уже, как бы, не куриный бульон, а такое, типа, ну, такое, более-менее твердое, там, как это называется, мясо по-бургундски, а по-фламандски. Идея в том, что вода бы выкипела, чтобы не было жидкой фракции. Ну вот, тогда мы уже можем думать, а значима ли там была вода с самого начала. Ну и, тем более, в хлебе, да, в хлебе нет воды. Но в хлебе нет воды, но при этом без воды хлеба бы не было. Без воды, да. Поэтому остальные мудрецы считают, что нет, что они, собственно, раб Иуда. А, то есть последняя часть вот этой вот сугиз в том, чтобы объяснить, почему раб Иуда не противоречит сам себе. Ну да. Ну да, вообще, мы пытаемся осмыслить, в чем, собственно, состоит мнение раб Иуды. Потому что Мишно – это специфика работы раб Иуда Анаси, который составлял Мишно. Он берет огромный материал разного рода, да, и выдергивает оттуда то, что ему кажется значимым. Теперь, материал-то никуда не делся, да. Ну, иногда делся, но многие из этих Брайтон, они до сих пор есть. Мы их знаем, мы их цитируем. И нам хотелось бы понять, да, что с ними делать-то, да. При том, что вот у нас есть в Мишне там одно из мнений этого же самого мудреца. А где-то в Брайтон у нас два других, которые, на первый взгляд, все три, предваряющие друг другу. Теперь мы чешем репу и говорим. Ну, наверное, речь идет просто о разных составляющих, о разной соли. И прежде всего, да, когда мы говорим, что есть крупная соль, которая, как бы, крупная, возможно, весьма соленая, да, которую мы реально чувствуем, ее присутствие в чем бы то ни было. А есть мелкая соль, которая мы, ну, посолим чуть-чуть, но, да, чуть-чуть вкус улучшится, вот и все. А скажи, а много вообще, или это никто не может ответить на этот вопрос? Много ли всяких Брайт, всякого материала, который в результате не вошел в тот талмуд, который мы ищем? Ну, мы же прямо видим, это глазам, конечно, много. На каждую Мишну, ну, а который не вошел вообще в талмуд? Ну, это же никто не знает, откуда мы можем знать. Ну, тоже есть ощущение, что да, да, немало. Да, да, материалы, ну, опять же, по работе редактора Мишны мы можем судить отчасти по работе редактора Гемары, да, если автор Мишны счел нужным, там, примерно, ну, если я скажу одну десятую, я, наверное, ну, наверное, меньше, да, отследить от имеющегося у него материала. А как ты это знаешь? Я просто знаю, сколько, ну, вот прямо сейчас ты видишь, сколько в каждой Мишне приводится Брайт, от которой в Мишну не вошли. А, ну, да, да. Ну, и еще, да, наверное, есть какие-то, какие-то, есть, во-первых, сборники Брайт, да, которые обширнее Мишны, Тосефта больше Мишны. Да, это Тосефта сама по себе есть сборник Брайт. Вот, и есть ощущение, что когда ваши сотоварищи редактировали талмуд, они тоже не все туда написали. Там Брапорта, скорее всего, будет по, 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 ну, поумереннее, да, потому что там у них книжка большая. Да, они как раз старались туда включить большое количество материала. Ну, это видно, Брап, например, потому что иначе бы все эти Брайты просто пропали, да, которые не вошли в сборники. А, нет, они явно старались, как бы, ну, вот прямо здесь видно, да, а что бы нам стоило эти Брайты Рабьевуды вообще не учитывать, не забыть про это? Нет, нет, ваши сотоварищи, они как раз собирают тот материал, который Рабьевудоноси. Тут есть еще, вот я чуть-чуть еще поговорю, а потом мы просто закончим, и начнем с новой Мишны в следующий раз. Тут есть еще аспект того, как принимали Мишну и вообще труд Рабьевудоноси в Вавилоне. Ну, не только в Вавилоне, а вообще, как современники и, ну, как бы, да, те, кто жил позже, принимали труд Рабьевудоноси. Вот, ответ, принимали они его плохо, не любили они его. В частности, за то, что он, как бы, взял на себя, взял на себя, вроде бы, как слишком много. Он вытащил те вещи из огромного материала, вытащил сравнительно немного вещей, которые отражали его личную точку зрения или близкую к ней. Вот, поэтому большинство, ну, большинство, многие обсуждения в Гемаррии, начинают с того, что прямо как здесь, да, что в Мишне написано на самом деле чушь, что быть так не может. Да, это проходит длинное обсуждение, они довольно часто как бы ставят Мишну на какой-нибудь довольно маргинальный частный случай, то, что называется каким-то, да. А, ну, Мишна, в принципе, работает. Но если вот мы встанем на руки и ногами включиваю и включаю, тогда она будет работать. А если нет, то нет. И будут работать совершенно другие принципы. И тогда они говорят, а вот мы можем выдвинуть отсюда и оттуда, мы помним еще довольно много всяких, всяких брайтов, да, которые, которые нам говорят, а как на самом деле надо. Не любили они Раби Иуда. Это отражается, например, в Медошах про него, когда Раби Иуда довольно часто попадают в эти идиотские ситуации. Проявляет себя как тиран, проявляет себя как человек, лишенный чувством юмора, что в Талмуде вообще ценится. Вот, в смысле, наличие. Вот, проявляет себя как человек не очень далекий. Особенно любит, например, Раби Хию уставлять как его антипода, при том, что они были друзьями, как бы, и с подельниками, да. Ну, считается, что Раби Хия, вот в Медошах видно, что Раби Хия геймер-геймер. Ну, он к тому же еще и вавилонянин по происхождению, что он один и хорошо. А Раби, ну, так сказать, очень притворечивая фигура, так сказать. Вот, поэтому, как бы, это надо очень хорошо осознавать, да, это надо видеть и хорошо осознавать, что Талмуд Мишну не очень любит. Относится к ней с большой критикой. Она ему не... Особенно вавилонске. Она ему не родная. Она чужая. Ее нужно... Ее нужно не просто осмыслить, а как бы даже немножко... Ну, почему Талмуд такой большой, а Мишну такая маленькая? Это имеет отношение к нашей сегодняшней теме. Что бы левотыль был... Да? В каком-то смысле Талмуд пытается налить как можно больше бульона, чтобы сомнительного качества мяса на дне, как бы, а чтобы бульон перевесили, и еще приправы немножко насыпали. Ну, это вот... Это вот... Мне кажется, что это все... Сегодняшний урок очень, как бы, помогает эту метафору пережить, да. То есть, как бы, это... Талмуд — это острый суп с большим количеством томатного соуса, и... И томатов еще не было, но неважно. Вообще-то, с большим количеством приправ, чтобы мы, с одной стороны, осознавали, что эти приправы глушат вкус того тухлого мяса, который мы туда бросили. А с другой стороны, позволяли его на... Ну, при... Ну, при хлебании этого супа не воспринимать этот тухлый. А так это устраивает. Отлично. Ладно, всем спасибо тогда. Через неделю обратно же... Здорово, спасибо. Спасибо. Все, счастливо. Спасибо большое, до свидания. Все, закрываем запись. Спасибо большое. Еще-то очень плохо у меня было слышно. Так надо об этом сразу говорить. В смысле? Ну, в тот момент, когда плохо слышно, нужно сразу говорить, что не слышно. Так, а почему у меня запись не отменяется? У меня полосая, видимо, клета просто. Подогласись. У меня, наверное, какая-то клета не очень хорошая. Ну, ладно, спасибо. Вообще интересно, потому что Рав Стариковский по-другому про Рав Ягуду говорил. Он говорил, что у Рав Ягуда было слишком много учеников, которые... Да, знаешь, он говорил, что у него было, у Рав Ягуда, слишком много учеников, и они все как бы по-разному запоминали. А он иногда, когда с ними спорил, принимал их мнение. И тогда он говорил противоположное от того, что он говорил в начале. Это понятно, это тоже можно учесть, да. Я говорил немножко про другое. Я говорил, как воспринимали самого Рав Ягуду уже в Вавилоне. Мне интересно мне было услышать, ага, очень. При написании Вавилонского там... А у Стариковского я когда-то учился сам, лет 30 назад. Ага. И он еще говорил такую вещь, что когда он сам учился у этого Дов... Как его зовут? Дов Бер Соловичек, слышишь? Ага. Что он был очень суров, но иногда вдруг на следующий день он менял свое мнение на противоположное, потому что ему казалось, что его ученик говорил интересней. Хотя до того он мог его ругать и вообще даже выгонять из класса. Ага. Все, Ларя, всем спасибо. Я хочу куда-то отсюда деться, но не очень понимаю, куда. Я тоже всегда пытаюсь отсюда деться, но сейчас у меня получится, по-моему. Сейчас, сейчас мы куда-нибудь доденемся. А где вообще тут все вот это вот? Где? Во-первых, так. О! Продолжение следует... Продолжение следует...